Спасибо большое. Я очень рада выступать на такой замечательной площадке, современной и эстетической такой. Я рада вас приветствовать и надеюсь, что вам будет интересно. Действительно, я буду рассказывать про социальные группы и про поведение, и начнем мы, наверное, немножко издалека. Собственно говоря, вообще лошадей много. Да, и человек, собственно, с лошадью живет уже многие тысячелетия, и в мире насчитывается порядка 66 миллионов, но на самом деле, наверное, их чуть больше, потому что не учитывается одичавшие, так сказать. И, собственно, вот эта цифра, она подсчитана, скорее всего, только те, которые относятся к домашним непосредственно, и которые живут вместе с человеком. Человек очень активно использует и до сих пор использует лошадь в совершенно разных юпостасях. Это и ездовое животное, и упряжное животное, это животное, из которого получают молоко и прочее, прочее, прочее. И, конечно, естественно, вот эти все функции лошади, они постепенно уходят в прошлое. И, как вы прекрасно понимаете, в современном мире в основном лошадь, в общем-то, действительно, никак не уходит из нашей жизни и не уходит, собственно говоря, и из научных исследований в том числе. Дело в том, что так как лошадей много, то поэтому лошадь очень удобный объект для исследований. Что только с помощью лошадей не исследуют, исследуют и воздействие на экосистемы, экологические различные исследования, связанные с присутствием крупных травоядных. Лошадь, как на нижнем слайде, картинки, там, объешивают датчиками и снимают всякие различные показатели. Как правило, это всегда связано с работоспособностью лошади и очень любят испытывать таким образом лошадей спортивных, потому что они должны показывать великолепные результаты. Есть, конечно, безусловно, исследования, которые связаны с их поведением и в том числе умственными и, как принято назвать, когнитивными способностями. Это исследования, которые начали сейчас японские группы, они вообще занимаются приматами, но лошади их заинтересовали по той простой причине, что, и мы сегодня будем об этом говорить, что лошади, так же, как и многие приматы, образуют очень устойчивые семейные группы, у них очень длительные связи. И вот они, так сказать, заинтересовались, каким образом происходит это все у лошадей, потому что с приматами, видимо, они уже почти закончили. Ну, я имею в виду, приматы в смысле не человек. Ну, и, естественно, конечно же, лошади, опять-таки из-за того, что их много и они, так сказать, это такой очень доступный объект, то их очень любят использовать, прежде всего, всяких лабораторных исследованиях и экспериментах, которые ставятся непосредственно где-то в замкнутом таком помещении. Но на самом деле полевые исследования, они тоже очень полезны, и, так сказать, они не повторяются, их нельзя воспроизвести в лабораториях, и поэтому ценность полевых исследований, на самом деле, очень высока. И поэтому вот мы, например, уже достаточно долгое время, я со своими коллегами проводим исследования в Ростовском заповеднике, вот с такой, ну, в общем-то, так сказать, для России достаточно уникальной популяцией, потому что она одна из таких наиболее долго существующих. И вот это место действительно очень удобно для исследований, и, конечно, мы очень благодарны заповеднику и сотрудникам, которые дают нам возможность, в общем-то, и обеспечивают нашу техническую сторону нашей работы, потому что условия там, в общем, довольно-таки жесткие, не только для лошадей, но и для человека. Ну, а теперь это, так сказать, такая некая прелюдия, и теперь я поговорю, наверное, расскажу о том, чем, собственно, мы занимаемся, и чем интересны лошади именно с точки зрения поведения. Ну, вот первый тезис — это то, что лошади имеют разнообразную мими и вообще демонстрируют богатый репертуар поведения, но далеко не всегда мы можем его оценить, потому что, конечно, то содержание, которое происходит обычное домашних лошадей, то есть это содержание в конюшнях, чаще это поодиночке, вот, в общем-то, они, конечно, не дают нам возможность оценить вот все это богатство. Но, тем не менее, вот если мы смотрим на лошадь, то мы оцениваем, безусловно, не только ее вот внешние какие-то параметры, да, то есть расположение тела по отношению к нам, к наблюдателю, там, общая, так сказать, напряженность ее сейчас, так сказать, состояние или расслабленность, да, но еще надо, конечно, безусловно, обращать внимание на какие-то микроэлементы, то есть это те части тела, которые наиболее активно лошадь использует для того, чтобы вот показать вот это вот, так сказать, свое состояние. И вот эти микроэлементы, они дают возможность нам считывать информацию, то есть что лошадь нам говорит про свое состояние, про то, что она думает про нас, про своих сородичей и так далее и тому подобное. Ну вот это вот такая достаточно известная картинка, одна из картинок, которая была в работе несколько раз повторена, это уоринг, и, собственно говоря, вот здесь, ну, я думаю, так сказать, не буду ее разбирать очень подробно, но вы можете обратить внимание, что, так, сейчас я прошу прощения, да, ага, вот, уши и, соответственно, вот расположение ушей, расположение форма губ, наклон головы, и вот все это, соответственно, дает возможность нам оценить состояние лошади. С хвостом тоже, в общем-то, все как бы понятно, хвост, так сказать, тоже является показателем состояния животного. Ну и вот в качестве примера я привела вот этого замечательного жеребца, который возвращается после победы с соперником в таком восторженном состоянии, да, вот, так сказать, все, весь его внешний вид как раз об этом и говорит, да, что вот все удалось, мы всех победили. Ну и вот эта вот фотография, она тоже, на самом деле, дает возможность нам посмотреть, что, на самом деле, мимика у всех здесь, так сказать, изображенных лошадей, вот мы поймали этот момент, когда, так сказать, вот кучка собралась, она у всех разная. Вот если вы внимательно присмотритесь, то, соответственно, и уши, и глаза, и губы, и верхняя губа в частности, и ноздри, да, вот все они, они все демонстрируют абсолютно разное состояние своего отношения к происходящему, да, но в данном случае, вы прекрасно понимаете, что, значит, здесь происходит, так сказать, гаремный жеребец собирается покрыть кобылу, и, соответственно, вот вокруг собрались члены этого гарема. Но я хочу еще раз обратить внимание, вот, так сказать, это я не специально искала эту фотографию, отнюдь, просто я набрала в интернете запрос под названием «Укус лошади», и мне вывалилась вот одна из первых, вот эта картинка. Статья рассказывает, правда, про укусы, о том, как, значит, отучить лошадь кусаться, но при этом, вот если вы обратите внимание, в общем, эти две лошади абсолютно не собираются кусаться, ну, никаким образом, да, и вообще, так сказать, у них совершенно, так сказать, тут завязываются какие-то дружеские отношения, потому что одна тянется к другой, да, если вы обратите внимание, то уши у всех, так сказать, направлены либо вперед, либо вбок, то есть это совершенно, так сказать, такое расслабленное состояние, или, наоборот, состояние интереса, да, вытянутая морда с вытянутой верхней губой, то есть, в общем-то, ну, никаких, так сказать, агрессивных реакций здесь просто нет и быть не может, да, но тем не менее, вот у меня всегда возникает вопрос, да, если человек, так сказать, много раз посмотрит всякие такие картинки, то, в общем, боюсь, что, так сказать, у несведущего человека закрепится определенное такое, ну, неправильное представление о том, как вообще лошадь должна выглядеть, когда она, так сказать, демонстрирует именно угрозу, да, и агрессию в частности, и, соответственно, неправильно будет интерпретировать поведение. Ну, это вот то, что касается мимики. Конечно, есть совершенно разные агрессивные, так сказать, есть разные реакции, которые можно делить на различные группы, я, опять-таки, не буду вдаваться в большие тонкости, я просто вот разделю их на такие некоторые большие блоки, ну, конечно, это агрессия, да, и вот, значит, соответственно, это удары, укусы, вот то, что мы называем леганием, так сказать, толканием и прочее, 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 да, они тоже имеют место быть, и, конечно, они, естественно, будут говорить о том, как, так сказать, лошади относятся к своим собратьям в данный конкретный момент. Есть миролюбивые реакции, которые, ну, в общем, так сказать, тоже достаточно обширные, их репертуар большой, и животные их могут использовать не только для того, чтобы выразить какие-то дружеские чувства, да, но еще и для каких-то комфортных реакций, так сказать, там, почеши меня, пожалуйста, вот там, где я не достаю. То есть это все совершенно нормально, и это действительно, в общем, дает возможность показывать, ну, в общем-то, расположение к своим собратьям, да, вот есть там приглашение к игре, например, вот эта вот картинка, да, это уже, так сказать, элементы игры, которые, вот если сравнить с предыдущей, вот эта драка, а вот эта игра, вот они похожи, но, как бы, если вы смотрите на все это в качестве развернутой картинки, там, видео, или вы наблюдаете это в природе, вы понимаете, что это, так сказать, совершенно разные взаимодействия. Вот, но опять-таки, очень часто в интернете вот показывают вот такие схватки и пишут драки бесконечные. Вот на нашем острове драк на самом деле встречается крайне мало. То есть вот то, что обычно фотографируют посетители заповедника, это как раз в большей степени игра, чем драки. Ну, есть, конечно, еще ряд специфических реакций. Я просто здесь хотела показать, что вот все вот эти вот элементы, да, это то, что является врожденным поведением у лошадей. То есть они этому не учатся. Они рождаются с этими, так сказать, реакциями, они их демонстрируют практически с самого детства. Ну, такие-то реакции появляются очень рано. Вот, например, флемен — это вот это жеребенку, которому несколько часов от роду просто вот это снято рано утром. Он родился там, ну, видимо, ночью, потому что он уже, так сказать, достаточно вставал, по крайней мере, то есть и ходил, да, и, соответственно, держался на ногах еще не очень крепко, но тем не менее. То есть вот, ну, по нашим оценкам, действительно пару часов. Но вот флемен, он демонстрирует уже сейчас, да. Понятно, что определенные элементы игры, которые требуют уже большей координации движений, они, естественно, будут показывать там позже, когда они созреют, так сказать, и начнут владеть своими частями тела, потому что так же, как и маленькие дети, у которых, так сказать, не полностью сформирована координация, все то же самое происходит и здесь. Есть, безусловно, допустим, специальные реакции, которые взаимодействуют, когда животные показывают подчинение. Вот я специально здесь расположила две очень похожих, как кажется, внешне, да, реакции, но на самом деле вот поза подчинения – это, как правило, всегда молодые животные, жеребята или подростки, которые показывают взрослым, что, так сказать, вот, да, мы, так сказать, находимся в подчиненном состоянии, так сказать, и в данном случае высказывают таким образом уважение. А вот это гаремный жеребец, который пытается в этот момент собрать свою, так сказать, группу, да, собрать и загнать, так сказать, отошедшую кобылу, и вот, соответственно, он демонстрирует в данном случае такую угрозу, он, так сказать, не кусается. Почему он так называется снекинг? Потому что, когда животное, жеребец движется, он покачивает у него вот эта вытянутая вперед голова, и он ей еще покачивает со стороны и стороны в сторону, и поэтому это очень напоминает движение головы змеи. Поэтому, вот, собственно, английский вариант именно об этом нам и говорит. Есть ритуальные встречи, то есть это когда встречаются два жеребца. Я специально не стала включать видео, потому что на видео не все элементы видны, и животные демонстрируют не всегда полный набор. Ритуальные встречи бывают очень сложные, очень такие комплексные, там много элементов, они могут меняться, они могут дополнять друг друга, но они всегда начинаются с обнюхивания, вот эта вот картинка, вот с таким зачастую очень специфическим наклоном головы. После этого может идти демонстрация фекалий с обнюхиванием, а вот между этими элементами, там животные еще и очень специфически издают звуки, в общем-то, это даже не храп, это скорее виск, ну такой глухой. И между ними, на самом деле, между вот этими элементами могут встраиваться различные агрессивные взаимодействия, когда животные действительно выясняют отношения и свой ранг по отношению друг к другу, но могут встраиваться и дружелюбные, то есть животные могут груминговать или играть даже, и мы просто про это будем чуть позже говорить. Ну, собственно говоря, второй мой тезий заключается в том, что животные вступают со своими сородичами, конспецификами в очень разнообразные отношения. Опять-таки, я не стала сейчас, и не буду говорить обо всех различных вариантах, но есть плавые взаимоотношения. Понятно, что жеребец с кобылами, у них выстраиваются определенные отношения, и есть животные, у которых, скажем так, у него есть гарем, мы тоже об этом сейчас скажем чуть позже, в этом гареме есть животные, с которыми он больше проводит время, они находятся рядом, они стоят, они грумингуют. Есть кобылы, которые, скажем так, не очень любимые жены, они где-то чуть-чуть отдельно находятся, но вот они все вместе, и, естественно, функция жеребца заключается в том, чтобы продолжить свой род и оставить свои гены в следующем поколении. Есть отношения родственные. Прежде всего, конечно, это тогда, когда кобыла со своими жеребятами нескольких возрастов, кобылы рожают раз в год, кто об этом не знает, и, соответственно, подросший жеребенок и новый жеребенок, они очень часто все держатся вместе, и вот такая семейная группа, ее очень хорошо видно сразу. И, соответственно, очень часто, например, если кобыла такая терпимая или дедолюбивая, она дает возможность и старшему жеребенку сосать, и младшему жеребенку сосать, иногда там еще и двухлетка где-то там тоже крутится и пытается, так сказать, урвать тоже какой-то кусочек материнской ласки. И вот такие семейные группы, они существуют, и в гаремной группе они очень хорошо тоже видны. Но даже если животные выросли, они, и уже взрослые, они тоже могут поддерживать вот эти отношения, вот в частности, вот, ой, прошу прощения, вот эти две кобылы, как вы видите, одна 14-го года рождения, другая 17-го года рождения, но, тем не менее, они родственники, они сестры, и они даже, так сказать, при отсутствии матери в этом гареме, они поддерживают эти отношения и вот ходят вместе, они грумингуют, они вот такие вот подружки, которые, так сказать, вот не расходятся. Что с ними произойдет дальше, это, конечно, вопрос отдельный, но посмотрим. Есть еще, конечно, дружеские отношения, то есть мы не всегда абсолютно точно знаем, что, допустим, эти животные родственники, но вот у нас, например, была ситуация, когда кобыла, ну, это один из примеров просто, как вы понимаете, он не единственный, кобыла вот эта вот, это такая А10, она перешла в другой гарем, а к ней через год пришла вторая кобыла из этого же гарема. Вот, то есть вообще есть такой показатель, что животные перемещаются между гаремами и, в общем-то, пытаются выбрать обычно те, где уже есть какое-то знакомое животное. Мы, правда, не наблюдали ситуацию, когда они перемещались, так сказать, и поэтому мы не очень понимаем, они это делали по собственному желанию или, так сказать, их там принудили к этому жеребцы, жеребец гаремный, но, тем не менее, ну, вот я просто к тому, что эти две кобылы, которые были знакомы в предыдущем гареме, они, так сказать, друг друга хорошо знали, они и здесь, в этом новом гареме, тоже продолжают существовать вместе, очень, так сказать, их часто можно вместе видеть, и вот, значит, вместе с жеребятами они тоже образуют такую группу. Но жеребцы тоже отличаются тем, что у них тоже возникают дружеские отношения, и вот у нас есть такой жеребец, был, прошу прощения, жеребец Депардье, вот он, А-58, он в течение, так сказать, нескольких лет то с одним жеребцом дружил, то с другим жеребцом дружил. Вот этот вот второй, его компаньон, они там с ним ссорились, они, так сказать, некоторое время ходили отдельно, потом через полгода они опять соединились, вот опять стали ходить вместе, в общем, что у них там происходило, совершенно непонятно, потому что никаких драх мы не видели. Вот, поэтому вот эти дружеские отношения, они действительно могут сохраняться в течение, так сказать, достаточно длительного времени и вполне себе, так сказать, имеют место быть. Есть отношения иерархические, вообще про иерархию мы будем говорить чуть отдельно и позже, и, соответственно, что это предполагает? Вообще, ну, как бы общество и лошадиное общество в том числе, оно очень достаточно жестко структурировано, и каждое животное имеет определенный ранг, имеет определенное положение, имеет права и обязанности, и вот, собственно говоря, эти права и обязанности определяются иерархическим рангом. Вот в данном случае на этой фотографии два жеребца выясняют отношения около водопоя. Водопой — это ресурс ограниченный, используется всеми, и вот в данном случае они пытаются выяснить, кто из них должен, так сказать, пить первым. И в некоторых случаях, так сказать, понятно, что тот жеребец и тот глава гарема, который оказывается более низкоранговым, значит, он должен уступить, так сказать, и таким образом, так сказать, предоставить более высокоранговому доступ к этому ресурсу в первую очередь. В общем-то, про то, зачем нужна иерархия, можно говорить, отдельно, долго и так далее. Но, собственно, смысл заключается биологически в том, что животные, которые имеют больший, скажем так, они лучше в плане физическом, в плане, так сказать, состояния, они, естественно, будут пользоваться ресурсами в гораздо большем количестве, и дальше они оставят свои, так сказать, гены и в большем количестве жеребят передадут их. В общем-то, так сказать, как бы все это так достаточно просто, с одной стороны, но с другой стороны, это действительно, в общем, на самом деле так, потому что те животные, которые оказываются, ну, допустим, получают какие-то ресурсы в меньшем количестве, значит, соответственно, для них условия жесткие, выживаемость жеребят будет ниже и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, в общем-то, вот этот самый естественный отбор, когда выживает сильнейший, лучший, и он работает вот именно на таком уровне. Третья моя тезия заключается в том, что лошади образуют сообщества, как мы их называем, персонифицированные, то есть они в этом сообществе друг друга очень хорошо знают. Нам, ну, может быть, я, конечно, говорю совершенно прописные истины, но далеко не всем людям это очевидно. Ну, то есть когда вот мы ходим в толпе, мы понимаем, что вот мы видим какие-то лица, мы кого-то узнаем, узнаем соседей по лестничной площадке, по подъезду своих одноклассников, однокурсников и так далее и тому подобное. Нам кажется это вполне естественным, но вот на самом деле далеко не все задумываются, что животные, в общем-то, тоже могут узнавать, и они знают, и они знают, и тем более, когда речь идет о группировке, ну, вот в данном случае, как эта популяция достаточно ограниченной, то понятно, что там они все друг друга знают. Вот насколько они сохраняют вот эту вот память о своих, скажем, родственных связях, это вопрос отдельный и довольно непростой и дискуссионный, потому что, в общем-то, мы понимаем, что там 2-3 года это точно работает, а вот работает ли потом, это оценить очень сложно, тем более в природных условиях это практически проверить невозможно. Ну вот теперь мы поговорим о том, какие социальные группы, собственно, у лошадей существуют. Есть гаремные, есть холостяцкие, есть смешанные, почему они так называются, я сейчас поясню, и есть еще ряд объединений, которые мы назвали коалицией, есть ассоциации нескольких самок, и есть, наконец-то, стадо, или табун, как его по отношению к лошадям называют. Гаремные семейные группы, они состоят из жеребца, вот я их тут всех подписала, соответственно, кобыл и потомство нескольких лет, и жеребец в гаремной группе всегда один, глава семейства. Холостяцкие группы. Холостяцкие группы состоят из жеребцов разного возраста, которые покидают семейную группу, и которые молодые, которые, так сказать, должны, когда только жеребчик начинает показывать свое половое поведение, то папа старается его, так сказать, из группы, ну, в общем-то, так сказать, намекнуть ему, что ему надо взрослеть, и начинает заниматься самостоятельной жизнью. Вот, правда, мы никогда не видели, хотя такие случаи описаны, что, в общем-то, и изгоняют, так сказать, достаточно жестко, и, так сказать, заставляют действительно покинуть, ну, в общем, но некоторые жеребцы умудряются доходить, мы сейчас про это расскажем, я вам покажу, доходить до такого достаточно уже, я бы сказала, взрослого состояния, но, тем не менее, многие, и вот они сбиваются вот в такую группу, в которой обычно холостяцкую группу возглавляет какой-нибудь взрослый жеребец, более взрослый, чем все остальные, и, соответственно, вот они в такой мальчиковой компании и ходят достаточно долго, пока не повзрослеют и не захотят образовать собственную семью. Есть смешанные группы, вот этот термин, может быть, не очень удачный, но мы его решили использовать, потому что это вот такие группы какие-то промежуточного характера, потому что они могут включать в себя несколько всяких разных вариантов, мы сейчас об этом скажем, и, в частности, например, они могут включать несколько взрослых жеребцов и несколько кобыл. Жеребцов, может быть, больше или меньше, чем кобыл. И вот такая вот группа, вот она, так сказать, действительно образовалась в 2014 году, вот эти два молодых, хотела сказать, человека, жеребца, они были холостяками, они дружили, они, так сказать, они входили в одну холостяцкую группу, потом они решили, что они, так сказать, повзрослели и отбили себе кобылу с дочерью. И вот, значит, они в течение, так сказать, некоторого времени ходили вот в таком состоянии. Я потом расскажу, что произошло с ними дальше. А сейчас я просто скажу, что вот смешанные группы бывают действительно разных вариантов. Есть те, которые называются многосамцовые, это когда вот самцов, жеребцов, больше чем, прошу прощения, меньше, чем кобыл, их обычно два. Ну и кобыл там, может быть, две-четыре там с потомством. Есть наоборот ситуация, когда жеребцов больше, чем кобыл. Там иногда бывает четыре жеребца и одна кобыла. Ну, такая вот компания ходит. И бывают еще молодежные. Ну, как правило, вот эти животные в этих двух группах, они, как правило, бывают уже взрослые. То есть это там три-четыре года для кобылы, это нормально. И, соответственно, жеребцы от четырех лет и старше. Трехлетние обычно еще не чувствуют свою, так сказать, такую силу для того, чтобы, в общем-то, начинать семейную жизнь. Как правило, это все-таки происходит с четырех лет. Есть еще вот некоторые такие, как мы их называем, молодежные компании или их банды еще называют в англоязычном варианте. Это когда вот несколько... Они, вот эти компании, как правило, не очень устойчивы, потому что это животные, которые покинули семейную группу, и вот они, так сказать, еще не прибились никакому ни холостякам, ни, так сказать, ни какой-то гаремной группе. И вот они образуют такую вот молодежную компанию и в течение, так сказать, какого-то времени могут ходить. Потом она через некоторое время, естественно, разваливается. Есть еще всякие разные другие объединения. Вот, например, есть такие объединения гаремов. Это так редкое явление, но вот у нас в той популяции, в которой мы работаем, такое было, когда у нас три гарема разного состава, разного количества ходили вместе. И вот здесь, вот на этой фотографии, вот как раз Нина их сфотографировала, вот здесь вот шестнадцатый гарем, вот здесь тем шесть, шестнадцатый, прошу прощения, вот они, так сказать, два животных, они таки ходили вдвоем, у них никогда не было жеребят. Мы, в общем, долго думали, что у них, так сказать, некоторые проблемы со здоровьем, но потом жереб... Кобыла ушла к другому жеребцу и благополучно родила жеребенка. Вот так что, так сказать, в общем, что-то там было не то. Вот, соответственно, значит, вот здесь вот, соответственно, десять М2, и вот там вот на дальнем плане как раз десять М13, это, так сказать, гарем, который был меньше по размеру, но, так сказать, вот они ходили вместе, и, так сказать, у них были очень сложные взаимоотношения друг с другом. Есть ассоциации нескольких вот самок с потомством. В нашей популяции мы такого ни разу не видели, но в некоторых популяциях они описаны в литературе, и, в общем, наверное, имеют место быть. Я не буду оспаривать, что они, так сказать, могут образовываться. Ну и, наконец, есть стадо, это когда образуются несколько гаремных групп, несколько холостяки, вот они держатся каким-то общим стадом. Чаще всего считается, что стадо – это такое тоже временное явление, когда животные вот куда-то мигрируют, они куда-то переходят, или они используют какой-то ограниченный ресурс, например, там, допустим, какое-то отдельное пастбище наиболее вкусное. Вот. И вообще со стадом тоже очень все интересно, потому что некоторые популяции гаремной группы, например, не образуют стадо. в нашей популяции вот они почти круглогодично, за исключением, пожалуй, только осени и зимы, когда они чуть-чуть, так сказать, более дисперсно располагаются на острове, все остальное время они держатся довольно-таки плотно. Вот, если вы обратите внимание, вот это вот, не поверите, здесь где-то порядка 200 лошадей. Вот, и они все, так сказать, там эти 16 гаремов и 17 гаремов, плюс вот тут еще парочку, ну, это фотография нескольких лет назад, значит, соответственно, вот здесь вот еще несколько холостерских групп и так далее, и тому подобное. Но вот есть популяции, вот я как раз недавно обсуждала с коллегами этот вопрос, есть популяции, которые не образуют вообще такого стада, и каждая гаремная группа существует отдельно на определенной территории, они, конечно, встречаются где-то там около водопоя, но они ни в коем случае не собираются в стадо. Вот никаким образом. Это все мы говорим про одних и тех же домашних лошадей. То есть это ни ослы, ни куланы, никто, да? Это именно домашние лошади, то есть, вот казалось бы, да? Поэтому стадо тоже, да, вот они могут быть, а могут не быть. Образовывать, я имею в виду. И есть одиночные животные, безусловно, они, так сказать, присутствуют, правда, опять-таки, в некоторых популяциях описано, что могут быть одиночные кобылы, мы ни разу такого не видели, но взрослые жеребцы могут вести одиночный образ жизни, причем разные. Вот этот наш, так сказать, как мы его назвали, открывашка, D25, он, например, достаточно молодое животное, он почему-то решил, что он будет жить отдельно. Вот он уходит на другой конец острова, так сказать, еще уходит, он иногда приходит, общается с холостяками, потом опять уходит. И, в общем, такое поведение он демонстрирует уже вот в течение достаточно длительного времени. Вот он, так сказать, в какой-то момент, вот тут, как вы видите, есть перерыв, вот весной 19-го года, этого года, он, значит, себе отбил кобылу, но потом у него ее забрали, и он опять стал одиночкой. В общем, вот не удалась ему семейная жизнь, не получилось. А вот этот жеребец наоборот, так сказать, вот А-21, мы его называли жеребец-забровкой, он потерял свой гарем, у него отняли кобылу, он уже старый был, и, соответственно, он в течение определенного времени, вот, так сказать, почти полтора года он ходил в одиночестве, не примыкал ни к холостякам, ни к кому, так сказать, он приходил, так сказать, с ним общались, то есть он не был абсолютно, так сказать, таким вот, знаете, отшельником, который ни с кем не общается, но, тем не менее, вот он вел такой действительно одиночный образ жизни. Ну вот теперь я вас буду пугать схемкой, она, в общем, довольно сложная, но если, так сказать, разобраться, то на самом деле ничего страшного нет. Значит, вот это гаремные группы, ну, понятно, да, вот они состоят из одного жеребца, значит, кобыл и потомство, есть смешанные группы, в которых, может быть, два жеребца, есть холостяки, вот есть одиночные холостяки. В холостяцке группа, как я уже сказала, есть и взрослые, и молодые. Между всеми этими группами, естественно, существуют бесконечные переходы. То есть я имею в виду, что животные могут менять свой статус. Вот как я уже сказала, да, гаремный жеребец потерял гарем, значит, он уже стал одиночным холостяком. Или, если он не очень пожилой, он может вернуться в холостяцкую группу и продолжать жить в ней. Дальше, соответственно, кобылы переходят из одной группы в другую, гаремные и, так сказать, соответственно, в смешанные. Если смешанные группы могут разваливаться, то есть, допустим, через какое-то время один из гаремных жеребцов смешанной группы может вернуться к холостякам, так сказать, и смешанная группа превратится в гаремную группу. В общем, вот эти все взаимоотношения, они, так сказать, достаточно сложные, и вот, собственно говоря, их мы в основном и изучаем. Есть, безусловно, есть еще то, что мы называем дисперсией, то есть это вот то, о чем я уже упомянула, это когда молодые покидают свою семейную группу и, соответственно, кобылы переходят либо в другие гаремные группы, либо в смешанные группы, а молодые жеребчики, они, соответственно, пополняют холостяцкие группы. Вот в обратном направлении такое не происходит. И вот это называется натальная дисперсия, то есть это такой естественный природный механизм для того, чтобы препятствовать, ну, собственно говоря, инбридингу, кровосмешению и поддерживать жизнеспособность популяции. Четвертый мой тезис сводится к тому, что поведение на самом деле оказывается несколько сложнее, чем вообще мы представляем и строим какие-то схемы. и зачастую предсказать, скажем, какие-то поведенческие взаимоотношения мы можем, но с определенной долей вероятности. Вот я сейчас некоторые такие примеры вам продемонстрирую. Ну, вот про эту группу я вам как раз уже упоминала. 14-7, она образовалась осенью, в октябре 2014 года, вот эти два холостяка, они так и продолжали существовать до, в общем-то, как вы понимаете, до 16, до весны 16-го года. Весной 16-го года мы приехали и увидели, что, соответственно, вот этот вот один из жеребцов, вот он, Бэш-15, он ушел. Он сначала походил отдельно, но потом довольно быстро примкнул опять холостяками и продолжал ходить в холостяской группе. А, соответственно, Б-19 остался единоличным хозяином кобылы и продолжал существовать, так сказать, с ней достаточно долго. Ну, в общем, их состав, их гарема всегда был очень небольшой, то есть кобыла регулярно рожала жеребят, и молодежь отселялась, новый жеребенок. Вот там их 3-4, 3-4, 3-4, и вот они в течение двух лет вполне в таком состоянии и пребывали. И, собственно говоря, этот жеребец никогда не был очень спокойный, флегматичный, он никогда не был таким, знаете, дручуном, каким-то, не демонстрировал какую-то активность, чтобы отнять какую-нибудь кобылу. Казалось, что совершенно все его устраивает. И такая небольшая семейная группа его, так сказать, вполне, может быть, и не идеал, но, так сказать, вполне его поддерживает. И он никогда не был высокоранговым. То есть, как бы наблюдать, догадаться, что он может устроить вот такое, а в 19-м году мы обнаружили следующее. У нас был гарем, один из высокоранговых, такой, в общем-то, четвертый, ну, там, 10 М4, и он действительно был одним из высокоранговых, так сказать, гаремов, и жеребец там был такой очень жесткий, он, так сказать, у него гарем был вымустрованный, в общем-то, так сказать, и, соответственно, но так получилось, что этого гаремного жеребца с острова удалили. И весь этот гарем, то есть, в общем, можно было предположить любой сценарий, что гарем разберут все остальные более, так сказать, активные жеребцы, да, так сказать, соответственно, разделят и все. Ничего подобного. Вот этот наш Тихоня прибрал этот гарем в полном составе. Мало того, что он его прибрал, он его сохранил, то есть у него не ушла ни одна кобыла. И, соответственно, у него из трех животных стало, так сказать, ну, вместе с ним 16, то есть 15 еще. И вот с таким, так сказать, счастьем он и ходит. И осенью мы приехали, все, ничего не изменилось, так сказать, все, как было весной, так и осталось. Но вот эти вот его, так сказать, бывшие, вот, бывшая кобыла с годовичком, они себя, конечно, в этой компании чувствуют крайне неуютно, потому что гарем, я, как я уже сказала, он сплоченный, там у них жесткая иерархия, они все друг друга знают, так сказать, и, в общем, так сказать, ну, они поменяли одного жеребца на другого, но в конечном итоге для них ничего не поменялось принципиально, а для этих-то поменялось принципиально, то есть тут они были единственные, неповторимые, вокруг них жеребец оказывал им массу знаков внимания, а тут, представляете, тут еще появилось пять кобыл, да еще жеребята, да еще годовички, и, в общем, так сказать, в общем, вот они, и они вот так вот, мы их вот в таком, знаете, вот они все время дистанцируются, вот как-то, знаете, такой, и вид у них все время такой вот, ну, обиженный. Ну, мы, естественно, так сказать, я утрирую, но вот факт, остается фактом, да, вот, так сказать, и непонятно, так сказать, вот они как-то потом встроятся в эту иерархию, так сказать, или все-таки что-то, так сказать, там произойдет иное. Теперь другая ситуация. Вот у нас есть пять жеребцов, которые, в общем-то, они очень похожи в том плане, что они образовали гаремы приблизительно в одно и то же время, ну, вот за исключением, пожалуй, вот этого, в 12-м году, он помоложе. Их состав, в общем, в течение всего этого времени, опять-таки, за исключением вот шестого, в общем-то, приблизительно одинаковый, да, но обратите внимание, все эти жеребцы ведут себя по отношению к кобылам абсолютно по-разному. То есть кто-то, вот как у нас, вот этот наш А24, он, вот как мы говорим, прибирает к рукам все, что плохо лежит. Вот если какая-нибудь кобыла отстала, значит, надо ее обязательно к себе пригнать. Если, значит, что-то, кто-то, кого-то потерял, и вы обратите внимание, что вот за, там, последние, значит, соответственно, 9 лет он себе, значит, 6 кобыл, как, так сказать, вот, приобрел, да, у него сейчас самый большой гарем, вот это 15, с небольшим, это среднее количество за все это время, вот на конец, осень 19-го года у него 24 животных в гареме. То есть это такая толпа, в которой, так сказать, вообще ориентироваться очень тяжело. И, в общем, на самом деле, вы знаете, что самое интересное, вот он, в отличие, допустим, от того же самого четвертого, про которого я говорила, 10 М4, главы гарема, он отнюдь не строит всех, да, то есть я всегда, когда похожу к стадо, я путаюсь, потому что, вот точнее так, если вы видите толпу лошадей и не видите жеребца, это 10 М6, потому что это всегда, значит, то есть из того, что их много, они, значит, разбиваются на такие группировки, они стоят где-то вот друг от друга на каком-то расстоянии, то есть это не такая сплоченная компания, как вот вы видели, сейчас вот, у 14 М6, про которого я сейчас только что говорила, то есть он вообще, он уходит гулять на полчаса и так далее, и вообще он забывает, что у него где, где у него, потом он вспоминает, что гарем где-то, где-то есть, кобылы при этом, понимаете, они не разбегаются, нет, они, так сказать, они друг за другом держатся, они, так сказать, даже если жеребца нет, они дадут отпор любому, но я просто к тому, что вот его поведение, да, при этом у него, он постоянно продуцирует, то есть, ну понятно, что раз кобыл много, значит, соответственно, жеребят много, и достаточно большое количество молодых кобыл от него уходит, ну естественно, вот при этой натальной дисперсии, но все остальные, вот обратите, пожалуйста, внимание, повторяю еще раз, то есть они, они относятся все очень по-разному, да, кто-то, но при этом, вот, например, молодых он не, как называется, не берет, а вот есть, например, вот 12-2, да, он наоборот, он собирает молодых, вот эти вот кобылки, которые расселяются, он их, так сказать, благополучно окучивает и загоняет к себе, то есть, вот, понимаете, вот этот 6, соответственно, забрал взрослых, а этот 6 привел себе молодых, вот, то есть, и я хочу сказать, вот это я вам просто привела пример, 5 жеребцов, которые вот так, ну, там у нас до 18 гаремный групп доходило одновременно, то есть, каждый из них действительно обладает своим собственным отношением к жизни, да, и, соответственно, к кобылам в том числе, и что еще интересно, вот, вот эта натальная дисперсия, вот, как я уже сказала, да, вообще, в принципе, обычно животные должны покидать семейную группу, ну, повторяю, кобылки уходят обычно где-то, начиная с двух лет, они стараются, так сказать, семейную группу покинуть, и до трех, ну, как правило, так сказать, большая часть из них действительно уходит. Жеребчики тоже, начиная приблизительно с двух лет, они тоже, значит, стараются гаремную группу покинуть, но вот эти конкретные жеребцы, почему я их выбрала, потому что они именно отличаются тем, что у них-то почему-то задерживаются и девочки, и мальчики. И вот здесь вот эти цифры, которые показаны, это вот вопрос о том, сколько животных покидает, ну, вот мы считаем, там, три года, это такой некий условный срок взросления, да, сколько в данном случае кобыл покинуло гаремную группу к трем годам. То есть вот у нас вот был, он сейчас, к сожалению, отсутствует в популяции, третий жеребец, у него всего треть молодых особ отправлялась, так сказать, в другие гаремы к трехлетнему возрасту. То есть в некоторых случаях кобылы сидят до трех, до четырех, до пяти, у нас есть 12 животных, которые досидели, ну, в общем, досидели значительно уже позже, одна ушла только в шесть лет. И то только потому, что гаремный жеребец погиб. Вот она тогда поменяла гарем. Мы не понимаем, почему это происходит. У нас есть, вот про жеребцов сейчас я скажу отдельно, да, то есть вот это вот, что-то им там, вот, благоприятно, так сказать, причем, вот, казалось бы, размеры одинаковые, в общем, так сказать, ситуация, там, с агрессией, с добожелательностью, вся вроде, почти все, ну, сходная, да, но тем не менее, поведение разное. Ну, например, вот, есть кобылы, которые, если мы говорим вот про гаремные группы, есть кобылы, которые очень активно перемещаются, причем, опять, мы не всегда понимаем, почему это происходит. Вот у нас есть кобыла А51, значит, она была в 15-м гареме, а потом ее отбил наш уже вот этот знакомый, который любит, так сказать, что называется, хватать то, что плохо лежит, гаремный жеребец шестого гарема. Она у него, в общем-то, просуществовала всего год, и там была, так сказать, такая, в общем, интересная история. Вот, ее отбил предыдущий жеребец, то есть он просто ее увел насильно, так сказать, это действительно так, мы это все наблюдали собственными глазами, и, казалось бы, все, вот семья воссоединилась, все замечательно, все хорошо, ничего подобного, да, через, как вы видите, через два года она уходит в смешанную группу к двум жеребцам. Вот это мы, конечно, не видели, то есть она сама ушла, или все-таки жеребцы ее как-то, так сказать, уговорили? Ну, наверное, уговорили, но дальше вы, вот, в общем-то, так сказать, ситуация, дальше, так сказать, происходила очень интересно, то есть она еще поменяла группы, и, ну, вот это вот 16 и 2, вот это вот она, так сказать, в этой группе, там всего, так сказать, один жеребец, и, так сказать, это гаремная группа, но вот она такая маленькая. Я просто хочу сказать, что, понимаете, вот это такая уникальная ситуация, потому что, вот, в качестве примера, вот эта кобыла, жила она себе спокойно в 11-м гареме, посмотрите, пожалуйста, 8 лет, и тут вдруг ее уводят, в буквальном смысле слова. Жеребцы, и вот это вот, вот как раз, они получились, такая смешанная группа, вот это все жеребцы, вот их четверо, и вот кобыл с жеребенком. Все это произошло, вот в сентябре 18-го года. После этого, ну, вот, к сожалению, этих жеребцов, часть из них, так сказать, с острова удалили, но вот в результате она попала в другую гаремную группу, уже, вот, к жениху, вот она стоит, кто вот ее плохо, так сказать, разглядел, вот она. Я просто хочу сказать, непонятно, вот 8 лет, то есть, и таких кобыл много в популяции, то есть, те, которые совершенно не собираются покидать свою гаремную группу, и даже если ее уводят, так сказать, она всеми силами сопротивляется и возвращается обратно. Вот, а это нет, вот ушла. Причем, вот, помните, я показывала две сестрички, которые вот держатся вместе, это ее дочки. Вот мама ушла, а они, значит, вот так вместе в гареме и остались, никуда не делись. Так, ну, вот по поводу теперь еще одной ситуации, такой тоже несколько странной. Например, гаремная группа 10М7. вот это, вот это как раз кобыла, она 13-го года рождения. Сейчас у нас на дворе 19-й закончился. Она из гаремной группы не ушла. Это ее мама. Мама высокоранговая. Это тоже стало высокоранговой, то есть, они вдвоем, так сказать, там строят всех, причем около водопоя они даже пытаются отогнать и достаточно успешно и других гаремных жеребцов. То есть, это две таких особы, которым просто вот близко не подходи. Вот, и я хочу сказать, вот это как раз тот случай, когда кобыла не покинула гаремную группу. При этом она уже два раза приносила жеребята. Нам всем очень интересно, кто же папа в этой ситуации. Но жеребята, вот я хочу, вот здесь не очень удачная, к сожалению, фотография, но вот какая есть, извините. вот там стоит ее жеребенок, но сосет он не ее, он сосет другую кобылу. То есть, я просто к тому, что высокоранговость, она, как говорят, наследуется. Ну, наследуется, скорее всего, стиль поведения. То есть, если животное активно, то оно, соответственно, будет активно в любом возрасте. Вот этот вот ласковый, как говорят, дитя двух мамок сосет. То есть, вот она, кобыла Е2, и это ее жеребенок, а вот это жеребенок вот этой нашей особы, Е18. Вот такая, так сказать, история. Другой вариант. Вот, например, по поводу того, что кобылы могут сохранять верность. Действительно, мы наблюдали ситуацию в сентябре 2018 года, когда холостяк Е27 пытался отбить кобылу. Конечно, гаремный тут же его наказал. Вот это, собственно, это реальная их драка. Они сцепились, потому что кобыла, побегав с холостяком, он пытался ее отогнать от гарема, она отстала, но она, так сказать, упорно пыталась вернуться обратно, и таки вернулась, и в результате, значит, холостяк был наказан гаремным жеребцом. Но так получилось, что вот этого гаремного, А35, вот из этого гарема, его удалили, и вот этот девятый гарем, он распался, и, конечно, и что вот получилось-то? Этот жеребец, вот он, он эту кобылу-то себе и прихватил, и уже вот в течение девятнадцатого года, они ходят вместе вот в такой, значит, компании, соответственно, маленькая такая гаремная группа. То есть вот, ну, что называется, какие-то там у них симпатии возникли, и, значит, соответственно, вот он же не выбрал себе никакую любую другую кобылу, а именно ту, которую он пытался отбить раньше. Но вот первый раз не удалось, соответственно, удалось потом. Теперь вот то, допустим, как образуются смешанные группы. Со смешанными группами тоже очень интересная история, потому что они описаны во многих популяциях, но вот как они образуются, не очень понятно. У нас сценарии были самые разнообразные. Вот про двух холостяков, которые себе отбивают кобылу, я вам рассказала, а вот эта ситуация совсем другая, другого характера. Значит, посмотрите, вот у нас был, прошу прощения, у нас был гарем 10М3, у него вот этот вот гаремный жеребец, и у него было два сына. Мы их так и назвали, брат один и брат два. У них год разница, и они сидели долго. Один досидел до четырех лет, другой до трех лет в гареме. К сожалению, гаремного жеребца удалили с острова, и эти вместо того, чтобы уйти, так сказать, к холостякам, нет, они сохранили гарем, они его стали вводить дальше. То есть они стали гаремными жеребцами. То есть вот если бы вы приехали, так сказать, или кто-нибудь приехал, то да, ну вот ходит такая смешанная группа с двумя жеребцами, что они, оказывается, родственники, никто бы об этом не догадался. Но вот они походили-походили год. Не могу сказать, что они очень активно конфликтовали, но, в общем-то, старший все-таки так намекал младшему, что давай-ка ты куда-нибудь денешься. И в конце концов, то есть у них были ритуальные встречи, достаточно активные, но без каких-либо драк. И в конечном итоге к весне 18-го года брат один остался при гареме, а младший удалился. Но на самом деле удалился-то он недалеко. И он решил, что надо, наверное, тоже отбить себе тоже кобылу. И вот эти драки мы наблюдали как раз весной 18-го года. Он пытался отбить у жеребца, у него была маленькая гаремная группа, они бесконечно дрались. И, в общем, мы весной оставили их в таком противостоянии друг к другу с тем, что непонятно, чем это дело закончится, потому что дрались они беспрерывно. В общем, это был какой-то турнир, почти нон-стопом. И в конечном итоге мы приезжаем летом, они также продолжают ходить вместе. То есть брат два преследует гаремную группу, он все время за ней идет. Их уже, так сказать, вот эти противостояния стало значительно меньше. То есть драка стала меньше, но при этом ритуальные встречи остались. Он постоянно за ними следовал. И вот эта вот картина как раз это осень 18-го года. Вот стоит брат два, вот стоит Чак или, так сказать, С-10. Это годовичок из этой группы. И вот они в таком состоянии продолжали существовать. Собственно говоря, наверное, превратились в смешанную группу. Но, к сожалению, Чак был удален с острова, и в конечном итоге все счастье досталось брату два, и теперь он ходит вот с гаремной группой, соответственно, бывшей, которая принадлежала исходной вовсе даже не ему. С холостяками. Вот, как я уже говорила, то очень часто смешанные группы образуют холостяки вдвоем, когда они, ну, видимо, у них не хватает сил, какого-то, так сказать, умения, что ли, захватить кобылу. И, соответственно, очень часто вот они, так сказать, на двоих, что называется, вдвоем-то сподручнее противостоять всем остальным. Но некоторые, так сказать, им бывает с первого раза везет, и они, так сказать, ухватывают кобылу, а иногда получается ситуация немножко другая. Вот два жеребца, Д-20, прошу прощения, вот этот, сейчас, извините, ради бога, вот этот вот открывашка, про который я говорила, что он очень такой любитель одиночества, вот этот вот Д-25, он, собственно говоря, пытался прихватить кобылу. Но второй его компаньон, который ходил вместе с ним в одной и той же холостецкой группе, он в конечном итоге у него эту кобылу отжал. И открывашка удалился в гордом одиночестве, он теперь продолжает, так сказать, ходить один, а этот благополучно, да что же такое, а этот благополучно, вот, так сказать, в сентябре уже 19-го года вполне себе жил с кобылой, с годовичком и жеребенком. То есть все очень у него было хорошо и замечательно. Другая ситуация, когда я говорю о том, что мы не всегда можем, например, предсказать, что же должно произойти. Ну, вот этот вот Д-23, про которого я только что говорила, он водил группу холостяков. Когда он, значит, остепенился, так сказать, получил себе кобыл, да, вот я только что про него рассказывала, то, собственно говоря, нам казалось, что холостяков должен возглавить вот этот жеребец. Вот он. Потому что он старший, так сказать, и, соответственно, значит, у холостяков у них, как правило, ранги распределяются в зависимости от того, кто старше, кто опытнее, да, и кто дольше, так сказать, в холостяковой группе существует. Нет. Вот этот F-41, или задир, как его прозвали, он ходил вот в той смешанной группе, которая отбила кобылу из 11-го гарема, так как там часть животных с острова удалили, он остался без компаньонов и стал ходить один. И вот абсолютно, то есть он в течение 19-го года не преподавал никаких вообще намеков на то, что он собирается вообще быть лидером, что он хочет, так сказать, водить холостяков, хотя по всем показателям именно он должен был быть главой холостяцкой группы. А стал ей на самом деле на год младший жеребец, вот он, этот Гризли, вот он стоит вот здесь, собственно говоря. Это вот группа как раз еще в мае 19-го, вот с Д-23, вот он стоит хвостом к нам, попой, и, соответственно, вот он теперь глава. Почему? Непонятно. Почему задира ходит один, почему, собственно говоря, открывашка ходит один и не хочет ни с кем соединяться, и не образует никакие, так сказать, какие-то группировки, и даже, в общем-то сказать, нет, они общаются, нельзя сказать, что они совсем, так сказать, разошлись, они общаются, они приходят, они могут поиграть, они могут погрумминговать, но они потом уходят опять в городом одиночестве вообще на разные концы острова. Вот вам, пожалуйста, то есть не, как бы, непонятно. С холостяками вообще очень много разного интересного, потому что, например, к холостякам очень часто приходят гаремные. Вообще, я такого, честно могу сказать, за всю свою жизнь я, в общем, такое не видела. Возможно, просто потому, что во всех остальных группировках и популяциях, и в табуном коневодстве холостяков всегда либо очень мало, либо нет. Ну, потому что лишние жеребцы, как правило, в общем-то, они никому особенно не нужны для хозяйственного разведения и тем более. И поэтому, возможно, именно это объясняет, что вот такое поведение в этой популяции вообще просто уникально. Но вот здесь я специально подобрала несколько фотографий. Вот стоят холостяки, с ними стоит глава гарема, вот стоит опять холостяки, вот он гризли, если вы его уже узнали, а вот стоит вот этот наш брат два, прошу прощения, со своим гаремом. То есть жеребцы могут приходить либо сами, либо даже вместе. И вот они могут стоять, они могут стоять рядом, хотя, казалось бы, всегда считается, что холостяки являются конкурентами, гаремные жеребцы к ним не будут подходить, они будут их отгонять всячески, ничего подобного, вот вам, пожалуйста, вот они могут ходить вместе. Мало того, у нас даже есть ситуация, если про этих так говорить, как вы видите, они молодые, гаремные, они в 17-м образовали свои гаремные группы, брат два вообще в 18-м, отбив, так сказать, мы просто ему номер не стали менять. А есть более взрослые жеребцы, которые просто приходят играть холостякам. Они могут играть, они могут постоять, попастись вместе, у них нет никаких, у них вообще никаких агрессивных, так сказать, взаимодействий не наблюдается. В лучшем случае это какая-нибудь ритуальная встреча, ну вот там ты отодвинься немножко от моего гарема, вот сейчас, но потом я к тебе приду, поиграю. То есть почему это происходит, с чем это связано? Вот здесь как раз прошу прощения, А35 играет с холостяком, холостяк младше, но пригласил к игре его именно гаремный. То есть он вызвал эти взаимодействия. Непонятно. Со стадом тоже есть целая, это только верхняя граница айсберга по поводу всяких вопросов, которые возникают. Что там происходит с этой межгрупповой иерархией? Вот я вам чуть-чуть сказала по поводу того, что жеребцы очень разные. На самом деле действительно так. И мы пытались выстроить вот эту иерархию и сказать, что там, допустим, да, вот кто-то более агрессивный, значит, он, наверное, более высокоранговый. Ничего подобного. Вот не работают эти критерии. Есть, как вот вы видите, да, есть, например, крупные гаремы, казалось бы, да, но если жеребец водит большой крупный гарем, значит, он высокоранговый. Но 10М6 не высокоранговый, он середнячок. Все остальные, кто его выше, так сказать, они имеют меньший по размеру гарем. Но они уважаемые, взрослые, солидные жеребцы. Вот чем объясняется эта иерархия? Как бы пока мы не нащупали вот эти критерии, которые мы могли бы абсолютно точно сказать, что именно они работают. Вот допустим, вот сейчас стадо стоит на отдыхе. Вот они любят выходить на берег озера. И очень часто, например, гаремы находятся рядом друг с другом вместе. и очень часто мы наблюдаем, что именно эти гаремы стоят рядом друг с другом. Это не коалиция, о которой я говорила, но тем не менее. Вот почему кто-то с кем-то терпит, дружит и так далее, и как-то находится, а кто-то нет. Понятно, что, допустим, молодые вновь образованные гаремные группы, которые маленькие и холостяки, они чаще всего где-то по периферии располагаются вот этого общего стада. Но вот есть гаремы, которые очень часто ходят вместе. Что связывает этих жеребцов друг с другом, не совсем понятно, хотя уже для многих историю мы знаем. Но про переходы взрослых кобыл я уже говорила, смешанные группы. Вот они у нас, например, их было очень много до вот этого катастрофы падежа в 2010 году они составляли почти треть популяции. Потом они в течение длительного времени вообще ни разу не образовывались. То есть у нас первая гаремная смешанная группа образовалась сейчас, если мне не изменяет память, в 2015 году, то есть через 5 лет. Почему? Почему они до этого момента не холостяки были, а смешанные не образовывались? Ну и так далее. То есть вообще количество этих вопросов можно продолжать. И я хочу, конечно, безусловно сказать, что все вот эти критерии, тезисы, про которые я сказала, они действительно имеют место быть, и вопросы вот эти мы что-то закрываем, но это как открывается следующая дверь. И дальше, и дальше. И вот когда мне задают вопрос, что же вы там ездите? Сколько можно ездить на остров? Скажите мне, ты уже ездишь туда 12 лет. Что ты там пытаешься еще узнать? А вы знаете, действительно, вопросы-то остаются, и вопросы появляются. Все новые и новые. И собственно говоря, для этого мы и ездим. Может быть, когда-нибудь все-таки какие-то закономерности сможем уловить. Ну вот собственно говоря, дальше я хотела сказать, что более подробно может быть какие-то истории мы рассказали в книге, которая вышла в издательстве «Фитон». Спасибо им большое, потому что они в общем-то поверили, что такую книжку можно не только написать, но еще и издать. и мои соавторы, с которыми вся эта работа и происходит. Так что книгу можно найти на прилавках магазина, и если кому-то интересно, то почитать, потому что там про какие-то истории рассказано более подробно. Я почти не стала ее повторять в лекции. Ну вот, наверное, собственно говоря, на этом я закончу, и если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это Ростовская область. Там вот был логотип Ростовского заповедника. Это граница между Ростовской областью, Калмыкией и Ставропольским краем. Озеро Маныч-Гудила, Соленое. Вот там находится остров. Собственно говоря, там они и живут. Пожалуйста, поднимайте руки, я подойду к вам с микрофоном. вот если можно, да. Давайте мы Наталью поблагодарим за интересную лекцию. Дальше у нас будет время для вопросов. Время у нас еще достаточно, не волнуйтесь. Поэтому вы поднимайте просто руки и к вам подойдет наш дорогой Марк и даст вам микрофон, чтобы у нас в трансляцию тоже были слышны ваши вопросы. Спасибо. Я поняла, что это на территории заповедника этот остров? Да, это территория заповедника. Именно это как раз обстоятельство и дает возможность сохраниться этой популяции. Потому что, к сожалению, остальные популяции подвергаются очень большому прессу со стороны браконьеров и, в общем-то, как правило, исчезают довольно быстро. А это породистые лошади? Нет. Конечно же, они не породистые. Вы, конечно, в интернете можете почитать, что это чистокровнейшие дончаки. Вот просто что-то называется чистейшей крови. Но на самом деле, конечно же, они происходят от каких-то рабочих лошадей. В их жилах безусловно течет донская порода. Но, конечно, они не чистокровные. Потому что исходно эта популяция возникла в общем-то от рабочих лошадей, которых использовали пастухи, и которые там на этом острове существовали, жили, рожали жеребята, жеребята дичали, и дальше этот процесс как-то так самозародился. А вот еще вы говорили, что этих лошадей изъяли, изъяли, а куда изъяли? Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что остров имеет ограниченные ресурсы. И поэтому лошади размножаются. численность популяции растет, поэтому приходится, к сожалению, ее регулировать. Да, к сожалению, это так. И об этом можно, так сказать, говорить, действительно, к сожалению, потому что у нас сейчас как раз в эти дни проходит эквироз, и там обсуждаются обычно вопросы как раз племенного коневодства. С племенными лошадьми дело обстоит не лучшим образом. Они, в общем-то, никому не нужны, и многие породы сейчас исчезают. И у нас закрываются многие конезаводы, и лошадей отправляют, извините, на мясокомбинат, потому что они никому не нужны. Как вы прекрасно понимаете, дикарей в общем-то, тоже надо куда-то пристраивать, потому что это животные, которые, безусловно, они человека видели, но, в общем-то, они не очень хотят, чтобы на них ездили, их объезжали, проводили с ними какие-то мероприятия. Поэтому это довольно сложный и тяжелый вопрос, но, к сожалению, эта ситуация очень похожа практически везде во всем мире, там, где есть одичавшие лошади. Увы, их приходится регулировать и других вариантов. Нет, есть, безусловно, контрацепции, пытаются сдерживать рост численности. Это не все меры успешные, но, в общем, вот этот процесс, к сожалению, идет. так, еще. У меня такой вопрос, читала, что может статус кобыл в гареме меняться. Насколько это действительно вы наблюдаете? Может, безусловно. Значит, во-первых, конечно, я практически не говорила о вот этой внутригруповой иерархии, но, как правило, среди кобыл вот эта иерархия существует, она довольно жесткая и нижние ступеньки в иерархии занимают молодые животные. Если кобыла получила жеребенка, ну, в смысле, она родила жеребенка, так сказать, то она поднимается, естественно, то есть она становится более высокоранговой над, соответственно, теми, кто еще не смог, ну, в смысле, не размножался. Понятно, что дальше вот это продвижение по иерархической лестницы, оно в основном зависит от, ну, вообще много там факторов работает. Во-первых, работает, как я уже показала, ну, собственно говоря, родственные связи, потому что если у тебя мама высокоранговая, то очень вполне вероятно, что, так сказать, дочь тоже будет высокоранговой. Дальше работает, естественно, активность, то есть если кобыла активная, агрессивная, то очень часто, например, даже пришедшая в гарем новая, она очень быстро по этой иерархической лестнице поднимается, занимает достаточно высокие положения. Ну, и опять-таки с возрастом, с опытом животные, так сказать, получают шанс стать более высокоранговой. Так что менять они правда могут, и тем более, например, ситуация, когда кобыла поменяла гарем, то в этой ситуации, допустим, вот как с этой кобылой из 11-го гарема, которая, так сказать, ушла после 8 лет счастливой семейной жизни, вот, я хочу сказать, что она была одной из высокоранговых животных, но попав сейчас в гарем 12-у-1, вот к жениху, она сейчас там низкоранговая, то есть ее две старших, так сказать, более, ну, как бы старых кобылы, ну, старых в кавычках, то есть те, которые уже в этой гареме существуют давно, они ее бесконечно шпыняют, и, конечно, шансы в этой ситуации, хотя она их старше по возрасту, и шансы у нее, вот, как бы, их перескочить не очень велики, судя по всему, так сказать, она, ну, так она старается дистанцироваться, просто, так сказать, не лезть лишний раз, не провоцировать их на агрессию, вот, но действительно, так сказать, иерархический ранг может меняться, да. Можно еще вопрос, вот, прикладного, можно сказать, характера, вот, у меня есть две молодые кобылы, двух и четырехлетние, и вот, старшая кобыла, ну, вот, смертным боем бьет молодую, вообще, есть ли шансы их стабунить, и если есть, то, ну, может, вы что-то порекомендуете? Вы знаете, это довольно сложный вопрос, наверное, так сходу на него, наверное, нельзя ответить, это надо подумать, так сказать, мы можем после лекции по этому поводу поговорить, потому что, в принципе, какие-то варианты можно подобрать. Но, в принципе, вы прекрасно понимаете, что у животных тоже есть вот некие антипатии, которые, так сказать, могут быть очень стойкие. и в этой ситуации надо, видимо, либо менять эту ситуацию в корне, ввести третий элемент и, так сказать, разбить вот эту вот диаду. Возможно, и так. Так, еще вопросы? Да, вот там, сейчас, прощайте. Спасибо огромное, во-первых, за интереснейшую лекцию. Я, пользуясь случаем, тоже задам два вопроса. Первый, меня очень интересует продолжительность жизни лошадей на острове до момента их естественной смерти. Вот в таких суровых условиях они живут со скобными ресурсами. смотрите, значит, если мы говорим про взрослых животных, то взрослые животные в среднем живут 15-18 лет. Самые старые, которые я находила, кости на острове, значит, определялись, ну, где-то порядка 22, может быть, вот, но не выше. Понятно, что, например, молодые животные, вот, они имеют большую вероятность не дожить до этого возраста, и в разных возрастных группах смертность будет иная, потому что, например, для двух-трехлетних животных смертность довольно высокая, особенно, когда происходят какие-нибудь природные катаклизмы, например, там очень суровая зима с холодными ветрами и так далее. Вот эти, эта группировка возрастная, она выпадает очень быстро, потому что у них вот нет, видимо, еще тех сил взрослых животных и, так сказать, возможности, так сказать, адаптации, и поэтому они гибнут, например, гораздо быстрее. Спасибо. И второй вопрос. В вашей книге написано про пятнашку и написано, что, к сожалению, несмотря на рекомендации исследователей, его удалили с острова. Правильно я понимаю, что люди, которые занимаются отловом, они как-то не обращают внимания на то, какие популяции, какие гаремы сформированы, не сформированы. То есть, как это происходит? Вы знаете, к сожалению, это довольно сложный вопрос. В общем, мы всегда пытаемся, мы, так сказать, по запросам администрации заповедника предоставляем всегда рекомендации по поводу того, как, так сказать, в каком состоянии находится сейчас популяция и, значит, соответственно, что надо сделать, чтобы ее стабилизировать. Но, к сожалению, зачастую исполнители бывают, я бы сказала, малоквалифицированные, да, и ситуация поэтому возникает там, ну, довольно неприятная. Поэтому, например, мы всегда против того, чтобы отлавливали взрослых животных, тем более гаремных жеребцов, потому что это сильно дестабилизирует, собственно говоря, структуру популяции и приводит к совершенно обратному процессу, потому что животные начинают хаотично перемещаться, начинается вот эта дележка, и приводит это на самом деле к тому, что когда есть вот эта устойчивая семейная группа, то там уже как бы вот эти роли определены, взрослые, так сказать. Многие кобылы, например, уже такие возрастные, они, например, вообще не размножаются. То есть они, ну, как-то вот, так сказать, они уже вышли старше 10 лет, допустим, они могут там рожать жеребята раз там в 2-3 года, и ситуация, когда она попадает к другому гаремному жеребцу, то, естественно, он ее кроет и со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями. И количество жеребят у нас увеличивается. Поэтому мы, конечно, ну вот, мы против того, чтобы, так сказать, разрушать вот эту устойчивую структуру, и, так сказать, ну, как это всегда, в общем, делается традиционно обычно отлавливают молодых, изымают молодых вот в молодом возрасте, потому что, во-первых, это легче, во-вторых, это, как правило, есть больше шансов их продать не на мясокомбинат, а, собственно, пристроить в руки. Такие случаи есть, но, к сожалению, они единичные. Поэтому, вот, пятнашка, да, вот он такой очень был яркий, такой очень красивый жеребец, и, в общем, мы действительно знали его с, ну, мы многих знали, так сказать, уже с рождения, ну, вот такая у него судьба случилась. Можно, да? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот принимая во внимание специфику вот этого ареала, он же, получается, изолированный, и недостаточно маленький остров с ограниченными, скажем, ресурсами, да, и, насколько я помню, там и деревьев нету, и укрытий нету. Можно ли считать ваши наблюдения и поведение вот этих лошадей типичными? Сравнивали ли вы их с другими наблюдениями других исследователей? Да, безусловно, конечно, сравнивали. Дело в том, что вот за исключением некоторых нюансов, о которых я сегодня сказала, собственно говоря, все остальное поведение достаточно типично. И, в общем, так сказать, и те же самые группы возникают, которые есть, да. Единственное, конечно, то, что мы наблюдаем в течение многих лет эту популяцию, поэтому мы знаем, так сказать, животных в лицо и, соответственно, мы знаем всю их предысторию. И поэтому, на самом деле, вот эти интересные моменты, они стали появляться уже по прошествии, ну, практически 10 лет наших наблюдений. Потому что до этого момента я, в общем, так сказать, честно говоря, даже не особенно публиковала результаты по той простой причине, что, ну, в общем, ну, да, но это вот из серии это еще одна популяция с еще одним, так сказать, составом. Ну, в общем, ничего нового, как бы, мы не видели. Вот, потому что все остальное действительно, в общем-то, описано и в других популяциях, так сказать, вот. Но сейчас вот есть какие-то вещи, которые действительно, то есть мы поняли, что они не являются единичными, это какие-то, так сказать, уже закономерности, и эти закономерности, в общем-то, так сказать, в некоторых случаях уникальны. Мы сейчас пытаемся с ними разобраться. Спасибо за вопрос. Если у вас еще есть вопросы, поднимайте руку. Хорошо. Тут есть еще некоторое количество. Спасибо большое за презентацию, очень интересно. Я не специалист, поэтому не обижайтесь на, может быть, такие тупые. Нет, ничего страшного. А давно они одичали, это первый вопрос. Ну, дело в том, что вообще, в принципе, вот на этом остров появился приблизительно, ну, грубо, в 50-х годах, прошу прощения, 20-го старики, да, ну, в прошлом веке. Лошади там, вот как я уже сказала, это были такие рабочие лошади, которые там присутствовали. Они, действительно, какие-то особи дичали, да, в основном это, видимо, были какие-то молодые, которые, так сказать, были рождены на острове, и уже, так сказать, человека не очень подпускали, и так далее. То есть, в общем-то, местные жители говорят, что они существуют вот с 50-х годов, что там дикари всегда были. Вот. Про, так сказать, более подробную историю, вот, как бы, популяции, известно, по крайней мере, с середины 80-х. Второй вопрос. Вот вы говорили, что в 2010 году они болели, а чем они болели так? Нет, это была не болезнь, дело в том, что там была очень тяжелая зимовка, после, была очень сухая весна, очень сухое лето, жаркое, значит, было очень мало, собственно говоря, ну, в общем, там была проблема с кормами, я прошу прощения, это вот, да, извините, пожалуйста, не в 10-м, у них было два таких падежа, вот, в 7-м году это было как раз обусловлено засухой, а в 10-м году была, точнее, в конце 9-го года произошла там немножко другая ситуация, там была вспышка численности общественной полевки, это такой грызун, который ест, собственно говоря, он растительноядный, и их там было очень много, и второй момент, то есть они, собственно говоря, выступали конкурентами за корм лошадям, и второй момент, там был, видимо, длительный период, когда были, было оледенение, и корм стало, то есть его было и так мало, вот, а тут он стал вообще недоступен, потому что, когда образуется ледяная корка, лошади, в общем, достаточно, достаточно сложно, они не могут иногда, пробить ее для того, чтобы просто докопаться до травы, и вот эти два фактора, плюс там были сырые ветра, очень суровые, вот этот промежуток обычно декабрь-январь, это такой очень тяжелый для них период, и вот это все вместе, вот сочетание этих факторов, привело к тому, что там был очень такой массовый падеж, действительно так. А еще последний вопрос, а вот так же классно, что лошади дикие, красиво, ну, необычно даже, можно сказать, а можно их отселять в другие заповедники, не убивать там хотя бы? Можно, конечно, значит, здесь, безусловно, опять-таки, целый комплекс проблем, которые, ну, в общем-то, мы пока не в силах решить, потому что, одна из проблем, это, конечно, куда отселять? Безусловно, есть территории охраняемой, где нет крупных копытных и где они могут существовать. Но дело в том, что, понимаете, у нас такое интересное законодательство, природоохранное, что одичавшие животные, они не имеют как бы права на существование на охраняемых территориях. И вот ростовский заповедник в этом отношении, он уникален просто потому, что лошади как бы уже были на острове, когда он образовался. Поэтому они, условно говоря, достались в нагрузку, как я говорю, заповеднику, и он, так сказать, вынужден был, ну, собственно говоря, смириться. Это единственная ситуация среди наших степных заповедников в России, где есть, собственно говоря, копытные на таком постоянном основе. Ну, за исключением, пожалуй, еще до Урского к ним пришли дзераны и остались. И у них есть действительно крупные копытные, которые, так сказать, существуют. Ну, я просто к тому, что, конечно, да, у нас есть, например, степные участки, у нас есть природные парки, не федеральные, а областные, куда можно запускать животных. Но дальше возникает вопрос, а, нужно желание, б, нужны финансы. сочетание. В общем, вот сочетание, то есть, в принципе, возможно, конечно, да, так сказать, их можно отлавливать, их можно действительно расселять, но, в общем, для этого, этим надо реально заниматься. Собирать, в том числе, собирать деньги, потому что это довольно проблематично, там сложно с переправой, в общем-то сказать, их не так просто отловить и так далее. В общем, тут много, в том числе, технических сложностей. Да, как ни странно, да. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у меня такой технический вопрос. А как вы наблюдаете? Вы за островом наблюдаете или вы на остров приезжаете? А если на остров приезжаете, где вы живете на острове? Там же люди. Да, это и хороший вопрос. Ну, собственно говоря, на самом деле, у меня там есть еще пару слайдов, сейчас я, может быть, даже вам перескажу чуть-чуть. В общем, часто возникают такие вопросы. Значит, мы, конечно, наблюдаем их непосредственно на острове, вот, непосредственно, поэтому мы их знаем действительно в лицо, мы их описываем, потому что, значит, все вот их отметины там на голове, на ногах и прочее, прочее, прочее. Вот, ну, это вот в качестве примеров я как раз здесь показала, что, так сказать, они все действительно очень разные, хотя, так сказать, описать их можно одинаково, но потом по этому описанию их никогда не идентифицируешь. И поэтому, конечно, мы тратим достаточно большое количество времени для того, чтобы, в общем-то, их описать, описать так, чтобы потом узнать непосредственно это животное, потому что, вот, если же ребенок измазался, то никогда не догадаешься, что у него там есть звездочка, да еще вот такой вот хитрой формы. И надо ждать, пока он там почистится, очистится, так сказать, вообще с него эта грязь отвалится. Вот, и тогда, значит, еще интересно, допустим, с матерью тоже. Надо подождать, когда, значит, он все-таки будет сосать кобылу, потому что, значит, если же ребенок взрослый, то, значит, соответственно, он делает уже это редко. Надо, значит, просто за ним долго ходить и ждать этого момента, когда действительно он все-таки вот найдет мать, потому что, как вы видели, некоторые пытаются еще пососать кого-то другого. Вот, и надо точно быть уверенным, что, значит, они родственники. В некоторых случаях у них меняется, например, отметины с возрастом, да, и поэтому у нас вот каждый раз это происходит, вот это бесконечное сличение, выяснение, что у него произошло. вот этот нас вообще очень сильно удивил, да, у него была вот такая вот маленькая-маленькая, видите, вот такая вот полосочка слабовидная, вот, в общем-то, там ничего не предполагалось, что это все разрастется вот в такую вот через пару месяцев просить на всю морду. Вот, ну, понятно, что там, допустим, животные в разном состоянии, да, в разное время года могут выглядеть совершенно по-разному, их надо всех, так сказать, отличать, вот, и мы действительно отличаем, вот я очень люблю эту фотографию, отличаем их с разного ракурса, вот, и сзади, и спереди, и сбоку, так сказать, и понятно, что когда животные, ну, когда мы ходим и наблюдаем за группами, то вот мы, так сказать, описываем, вот почему я говорю, что вот они там тут перешли, тут перешли, тут они в этом, в это время они тут жили здесь, потом в этом году они перешли, потому что мы, приезжая на остров, мы начинаем каждый раз, так сказать, их пересчитывать, смотреть, кто куда перешел, все ли на месте, кто, так сказать, вдруг там умер, так сказать, или, так сказать, куда-то делся, да, ушел, вот, в некоторых случаях бывает очень смешно, потому что вот у нас была группа 14-6, она там была 3-4 животных, ну да, 4, вот мы уехали, я приезжаю на следующий, в следующий раз, так сказать, через пару месяцев, ну там вижу ее издалека, думаю, ой, 4, наверное, те же самые, подхожу, нет, 4, но других, вообще других, совсем, то есть он взял и поменял, вот, и понятно, что, значит, вот отметины, они, к счастью, дают возможность, так сказать, ну их довольно хорошо идентифицировать, хуже, когда животные не имеют отметин, у нас такие тоже, безусловно, есть, и вот с ними гораздо хуже, потому что там уже начинаются всякие детали, куда свешивается грива, какая часть гривы на какую сторону падает, значит, там толще, тоньше, там пятнышки, какие-то шрамы и прочее, 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 в общем, целая история, ну, в общем, так сказать, нам удается пока их идентифицировать, ну и вот так вот дальше мы за ними просто ходим, действительно за той группой, которая нам нужна и, так сказать, непосредственно наблюдаем, потому что понятно, что с другого берега, это 400 метров пролива, в общем, как-то там особенно не наблюдаешь. Остров большой, остров 12 километров в длину и там в самом широком месте где-то порядка 4 километров, так что он, в общем-то, не совсем маленький такой, чтобы его можно было просматривать. Они даже умудряются как-то так прятаться, иной раз их 200 голов куда-то ушло с острова. Вот они на острове, никуда не делись, но их нет. Вот нет и все. Надо знать некоторые места, куда они могут, так сказать, аккуратно, так сказать, встать, причем там есть несколько мест, где вот очень маленькие, небольшие такие понижения. Но там они как-то так умудряются скопиться, так что их ниоткуда не видно. И пока ты туда вот не даешь ножками, не заглянешь, ты их так и не найдешь. Вот поэтому наблюдаем мы вот именно таким образом. А вот вы сидите сейчас, кто-то там сидит прямо рядом с лошадьми, вот вы не боитесь, это же все-таки, они же все-таки дикие, они крупные животные. Крупные животные. Да. Ну, конечно, я хочу сказать, что, безусловно, мы никогда, ну, мы вообще стараемся наблюдать на таком расстоянии, чтобы не нарушать их поведение. То есть мы никогда не приходим, знаете, так разойдись, мы сейчас вот здесь вот сядем, да, и будем с вами, так сказать, работать. Нет. Конечно, мы держим всегда дистанцию определенную, но дело в том, что животные, естественно, они же не стоят, они не привязаны, они двигаются. Вот у нас тут Аня села, да, тихонечко, рядышком, ну, в смысле, на каком-то расстоянии, они взяли и сместились. Вот она, значит, сейчас сидит и ждет, пока, значит, они ее там обнюхают со всех сторон и благополучно отодвинутся, потому что если она будет сейчас вставать в этот момент, то понятно, что животные испугаются, так сказать, и это будет гораздо более травмоопасно, чем, так сказать, она сидит просто аккуратно и, так сказать, никого не трогает. Вот. Понятно, что животные, ну, в общем-то, я бы сказала так, что на нас они, ну, видимо, мы уже так примелькались, что, в общем, они на нас реагируют довольно, я бы сказала, спокойно, да, и не пытаются от нас убежать как-то, да, и очень часто даже наоборот, вот мы там стараемся от них отодвинуться, вот это я очень люблю эту фотографию, например, да, вот мы наблюдали, наблюдали, значит, и решили устроить перекус, отошли на почти 100 метров вообще от стада, сели, вон у нас там стоят термосы, вот, решили, что мы сейчас попьем чаю, так сказать, вот, холостяки походили-походили, пришли и легли рядом, вот, ну, вот, то есть мы это, мы их не приманивали ничем, они просто решили, что вот они могут с нами рядышком посидеть, полежать, вот, и вот они, так сказать, себя спокойно совершенно ведут, вот, ну и, конечно, да, я, как я уже сказала, у нас там, в общем, довольно сложные условия, то есть у нас такая жесткая полевая жизнь, у нас там, вот, палатки, так сказать, если домик вот этот у нас, так называемый маленький, еще у нас есть там чуть побольше, но мы его используем только как лабораторию или как кухню, вот, живем мы в палатках, там нет электричества, соответственно, там привозная, питьевая вода, потому что, ну, в общем-то, из то, что течет из скважины, ну, то есть ее можно, на ней можно готовить и использовать как техническую, но чай из нее получается удивительного вкуса, вот, поэтому не все его могут пить без, так сказать, содрогания, ну, и, собственно говоря, конечно, условия там разные, вот это вот наша последняя экспедиция, вот этой осенью, это две фотографии сделаны с разницей в неделю, вот, то есть у нас было от плюс 30 до плюс 5, вот, ну и, соответственно, так сказать, надо вот хорошо, у нас теперь хорошо работают прогнозы, и мы можем хотя бы предугадать, что что-то должно сломаться, и погода может резко поменяться, вот это вот сентябрь месяц, соответственно. А вот долго там, долго там? Ну, во все зависит, нет, мы, конечно, по-разному, как минимум неделю, как правило, у нас занимает, так сказать, это если у нас, так сказать, очень такая быстрая экспресс-работа, и мы занимаемся только подсчетом, и ничем более, да, если у нас какие-то более серьезные исследования, и что-то запланировано, то, соответственно, там две недели, три недели, четыре недели, в общем, мы там живем, и, в общем, как-то, как-то живем. Так что. АПЛОДИСМЕНТЫ